Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас здорово потеплело, людей на улице становится больше, машин тоже и жизнь потихоньку оживляется. Наша военная администрация уменьшила время комендантского часа. Сейчас он длится с 9 часов вечера до 6 часов утра. Начинает потихоньку налаживаться работа в отдельных фирмах, конечно не везде, но как бы работа начинает потихоньку возвращаться в прежнее русло. Совсем понемножечку, но все-таки начинает в этом отношении ситуация улучшаться, люди возвращаются к работе. Слава Богу! 28 марта мне попался на глаза ролик о ценах на продукты на главном рынке Херсона. Сразу хочу сказать, что кто не понимает цену в гривнах, то у нас доллар стоит 33 гривны. Значит, какие там цены, ребята? Сахар 100 гривен, у нас в Одессе 25 гривен, яйца 50-55 гривен, у нас в Одессе 30, это за десяток. Рыба, карась 50 гривен, карп 120 гривен, не знаю, почему у нас. Мясо 200-250 гривен за килограмм, кости 120 гривен. А теперь, ребята, какие цены? Я специально пошел вчера на привоз и посмотрел цены на мясо. Но у нас, ребята, примерно в два раза все дешевле. Итак, ребята, цены на привозе. Начнем мы, конечно, с нашего самого любимого украинского продукта сала. Сало ценится, знаете как? Чем выше сало от шкуры, тем оно стоит дороже. Самое дорогое сало, где-то там 5-6 сантиметров высотой, стоит 200 гривен за килограмм. Кто не любит сало, я сейчас дам рецепт, и вы его полюбите. Сварите хороший борщ с фасолью, без сметаны. Насыпьте его горяченький в тарелочку себе. Отрежьте 2-3 ломтика темного хлебушка. Натрите корочку хорошо чесночком. Отрежьте 3-4 кусочка сала, такого, ну не толстого. И вот, кушайте горячий борщик. Подкусывайте потихонечку хлебушек, натертый чесночком. И подъедайте сало. Ребята, это просто кайф, я вам скажу. И вы полюбите сало однозначно. Цены на мясо на привозе. Ребра 120 гривен, 110. Челогач 110-120 гривен. Биток 130 гривен. Шея 150-160 гривен. Как видите, у нас цены на порядок меньше, чем в Херсоне. Кто говорит, что жизнь стала тяжелая, я могу согласиться. Да, продукты питания подорожали. Но в Херсоне, ребята, все в два раза дороже. Друзья мои, вчера ехал в маршрутке, в которой езжу постоянно. С знакомым даже водитель рядом с ним сидел. И там с нами произошла одна история, о которой я вам расскажу в следующем ролике. Ребята, вот благодаря этой истории я понял, что у нас в Украине все будет хорошо. Что у нас все наладится. Знаю, что во всем мире у моей страны есть очень много настоящих друзей, которые с нами трудную минуту. Вам всем передаю большой привет из Украины, моей любимой, и из самого лучшего города на земле, Одессы. Ребята, желаю вам мирного неба над головой. Всего самого доброго, самого наилучшего, чтобы вы мне все были здоровы. И даст Бог до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова